Итак, первый этап. Мы должны подготовить наш кабачок. Для этого мы должны его нарезать дольками и уложить в сковороду нашу, уже готовую, подогретую, в подсолнечном масле. Мы будем поджаривать наш кабачок в подсолнечном масле и выкладывать на тарелку. Мы должны подготовить тарелочку, на которую мы будем выкладывать наш кабачок. Потом я вам буду показывать, как все это делать. Итак, мы положили наш кабачок, мы его должны сейчас нарезать и укладывать в нашу сковородку. Да, так же мы должны подготовить нашу тарелочку. Да, нашу тарелочку. Все, что нам мешает, мы уже откладываем в сторону. Оставляем все самое необходимое для нашего приготовления. Значит, мы подготовили вот такую тарелочку, на которую мы будем выкладывать наш готовый кабачок, наш поджаренный. Да, сейчас мы будем поджаривать кабачок на сковородке, наш молодой кабачок. Да, и выкладывать уже то, что мы пожарили, да, выкладывать на нашу тарелочку. Красиво, да, красиво выкладывать на нашу тарелочку. Итак, это первый этап, первый этап, да, сегодняшнего нашего приготовления, нашего блюда. То есть наше блюдо сегодняшнее, оно произойдет в несколько этапов. Сначала мы готовим с вами форму. То есть кабачок является некой такой формой. И вот именно кабачок служит основой нашего сегодняшнего блюда. То есть кабачок поступает главным. Без кабачка мы ничего не сможем сделать дальше уже. То есть последовательно мы делаем. И уже кабачок является началом в нашем сегодняшнем процессе. То есть это начало нашего приготовления, нашего блюда сегодняшнего. Итак, мы режем, нарезаем наш кабачок. Можно кожу не снимать, потому что это молодой кабачок. Новый урожай, кожа еще не успела запостенить. То есть мы нарезаем его вот такими вот красивыми, красивыми кружочками. Да, тоненькими обязательно. То есть весь, весь полностью кабачок, да, мы нарезаем такими вот тоненькими кружочками. Ну то есть мы нарезаем столько кабачка, да, сколько мы можем съесть за один прием пищи. Да, если что-то у нас остается, значит, да, например, пол кабачка. Мы его оставляем на следующий раз, убираем в холодильник, да. Итак, мы нарезали кружочками вот такими, да, тоненькими наш кабачок, да, и эти кружочки мы теперь выкладываем на нашу сковородку и жарим их в подсолнечном масле, да, до готовности. До готовности, значит, для этого мы должны налить масло, да, наше масло, любое масло. Да, немного масла, да, для жарки мы используем, то масло, которое мы используем для жарки. И, значит, равномерно, да, мы это все, чтобы промаслилась, да, вся сковорода, и включаем наш огонь. Да, мы включаем наш огонь, не сильный огонь, да, чтобы было, чтобы все это не подгорело. И начинаем выкладывать наш кабачок, да, кружочки кабачка. Ну, мы можем сначала, да, подогреть нашу сковородку, чтобы она разогрелась, чтобы уже можно сразу выкладывать кабачки и их уже готовить, поджаривать, да, так они быстрее будут готовиться, доходить. Вот, если сковорода еще не разогретая, она холодная, да, то и мы сразу будем выкладывать, да, кабачки на сковородку, то ей понадобится время, то есть они не будут сразу готовиться, да, поджариваться, потому что сковородке понадобится время, да, чтобы разогреться. Вот. Поэтому сначала мы, да, разогреваем нашу сковороду пустую, да, вот, а затем уже выкладываем на нее наши кабачки. Итак, значит, мы, вот этот самый процесс, да, первый этап, мы поджариваем наши кабачки с двух сторон, да, с двух сторон. Ну, так как кабачок тоненький, да, поэтому не нужно много времени, чтобы ему, ему поджариться, да. То есть вот таким вот образом мы наш кабачок поджариваем, чтобы вот тот сок, да, та жидкость, которая есть в кабачке, она у нас вышла, да, то есть мы можем его проткнуть ножом, да, мы протыкаем наш кабачок ножом, да, чтобы вся жидкость вышла, вышла наружу. И таким образом, да, кабачок будет поджариваться в собственном соку, да, то есть нам не нужна вода, нам не нужна вода, нам нужно только подсолнечное масло, да, и кабачки, потому что они имеют свой сок, свой жидкость, да, в кабачках очень много воды. Поэтому мы можем просто вот таким вот образом протыкать ножом, да, протыкать ножом, да, чтобы жидкость выходила вся наружу. То есть чтобы кабачки, да, они жарились, поджаривались в собственном соку, да, то есть вот эта жидкость вся, она у нас будет в сковороде. И таким образом, вот, а так они будут вкуснее намного, да, то есть мы вот таким вот образом протыкаем, да, ножом, кончиком ножа наш кабачок, да, по всей поверхности. И таким образом вода, да, жидкость из кабачка, она выходит, она выходит наружу, да, и у нас она находится в сковороде самой. И вот в этой жидкости, да, в этом соку, да, кабачки масло поджариваются, да, вместе с подсолнечным маслом. Вот. И мы переворачиваем, да, наш кабачок на другую сторону таким вот образом. То есть если он подрумянился, да, значит, всё, он уже готов. Кабачки молодые, поэтому им не требуется много времени, чтобы приготовиться. Да, вот таким образом мы всё это переворачиваем аккуратненько. То есть получается, что он у нас не подгорает, да, не подгорает, потому что он у нас готовится в жидкости, в собственной, да, в собственной жидкости, в подсолнечной массе и в собственном соку. То есть ему не нужно много времени, чтобы приготовиться кабачку, да, потому что он тонко нарезан, да, тоненькими, да, тоненькими, мы его нарезали кружочками. То есть вот буквально на каждой стороне по 2-3 минуты, да, мы поджариваем наш кабачок с обеих сторон до румяного такого, до румянца, да, пока он не приобретёт такой вот коричневый будет золотистый цвет на кабачке, да, и он не станет, он не покроется корочкой, корочкой, да, сверху. И вот после этого мы можем уже кабачок выкладывать, да, на нашу тарелку, на нашу подготовленную тарелочку. Итак, значит, наша тарелка готова, да, мы выкладываем наш готовый кабачок, то есть мы смотрим, да, мы смотрим, да, с обеих сторон, если он поджарился, да, то мы можем уже выкладывать на нашу тарелочку. Вот таким вот образом, да, то есть мы красиво выкладываем наш кабачок, вот таким вот образом, на тарелку, да, и кладём уже на сковороду следующую партию наших кабачков. Уже нарезаем, да, да, вот таким вот образом. То есть вот у нас кабачок, да, который уже мы положили, то есть он уже поджаренный, он уже готовый, да. То есть мы его выкладываем красиво на нашу тарелочку. А это кабачок, который у нас поджаривается, да, поджаривается, то есть он ещё не готов. Он ещё не готов. То есть чтобы он не подгорал, да, мы выпускаем жидкость, которая есть в кабачках. То есть мы протыкаем его ножом, да, кабачок, и выпускаем жидкость, которая находится внутри кабачка, да, внутри кабачка. Таким образом у нас сковородка, да, она, они не подгорают в сковороде, да, то есть они жарят, собственно, в соку, плюс в подсолнечном масле. И мы переворачиваем наш кабачок, да, переворачиваем, и также протыкаем его ножиком, так же протыкаем его кончиком ножа. То есть мы выпускаем всю жидкость, которая есть в кабачке, да, в кабачке наружу. То есть эта жидкость у нас оказывается на сковороде, да, в сковороде самой. То есть мы жарим кабачок в собственном соку, да, и с подсолнечным маслом, без добавления воды. То есть вот таким вот образом, да, такой вот процесс, да. И таким образом мы поджариваем весь наш кабачок, укладываем его на нашу тарелку подготовленную, да, и таким образом заканчивается вот этот первый этап нашего приготовления, да, нашего сегодняшнего блюда. Первый этап, да. То есть как бы кабачок служит такой базой, да, базой, базой. То есть он служит фундаментом, да. Вот. Ну, а в следующем ролике я уже покажу вам, что у нас получилось, да. Итак, увидимся в следующем ролике.